К другим темам. Молдове не грозит европейская ситуация с беженцами, по крайней мере в ближайшее время, уверяют ответственные чиновники при МВД. В то же время самим беженцам в нашей стране хорошо, они не жалуются. На сегодняшний день статус беженца запросили почти 220 человек, но по итогам года цифра не будет сильно отличаться от прошлогодней, предполагает Национальное бюро по миграции. В 2014-м убежище попросили примерно 280 человек. Но почему люди ищут мира и покоя в наших краях, выяснял наш корреспондент Сергей Сыручан. Мухаммад Абубакр – беженец из Сирии. Когда в его стране началась война, он задумался, куда ехать. Молдова ему понравилась климатом и людьми, которые к таким, как он, относятся хорошо. У нас в Сирии война была, я приехал практически без никаких документов, абсолютно ничего у меня не было, кроме старый паспорт, просроченный даже. И слава богу, да, мне помогли из организации помощь беженцам. Я получил права уже, молдавские права. Мне помогали с учебой, там платили за учебу. Работа у Мухаммада – сезонная расфасовка миндаля. Но он доволен тем, что трудоустроен официально и может достойно зарабатывать на жизнь своим трудом. Почти год как в Молдове. В начале моего приезда таких серьезных проблем не было, ну и с оформлением беженца. Ждал полгода, потом меня выдали. То есть я получил статус беженец. И слава богу, мне удалось реализовать себя. Я работал в фирме здесь, как директор производства. Кстати, сам директор фирмы тоже беженец из Сирии. В Молдове беженца встречает Центр Милосердия. Общественная организация помогает своим и язык выучить, и работу найти. Даже национальные молдавские праздники беженцы отмечают вместе с народом, который дал им мирную крышу над головой. Мы стараемся, чтобы они получили какие-то курсы профессионалы, чтобы могли бы себе реализовать на молдавском рынке, чтобы трудоустроились официально, чтобы имели страховку и разные другие социальные выгоды от этого. Мы организуем международные и местные праздники. Допустим, такие мероприятия, как Марсишора, Лимбанасра, День известности Молдова, Пасха, Рождество. Помощь людям, которые ищут мира, оказывает и государственная структура. Управление по делам беженцев при МВД. С момента приезда в страну все соискатели убежища имеют право на бесплатное проживание в центре для беженцев, где им оказываются и медицинские услуги, для них организовываются социально-культурные, спортивные занятия. Первый примерно полгода-год, пока молдавское правительство определяет статус человека, который запросил убежище, он получает 900 леев из бюджета Европейской комиссии. Затем, когда у беженца уже есть официальный статус в Молдове, его пособие составляет 635 леев. Переживать, что в нашей стране будет происходить то же, что и в Европе, не стоит, говорит глава управления по делам беженцев. Исходя из того, что делается в Европе и рассматривая маршрут исследования беженцев и нелегальных мигрантов в этих потоках, эти маршруты следуют в Европу через Средиземное море, через Турцию. Сейчас новый маршрут уже идет через Россию, на Норвегию, Финляндию. Для нас мы не видим большой угрозы, но мы должны быть готовы в любой момент. Всего в молдавской системе убежища сейчас зарегистрировано больше полутысячи человек, из которых примерно 140 соискателей убежища, примерно столько же уже со статусом беженца, и примерно половина всех зарегистрированных обладателей гуманитарного статуса. Если проследить, откуда к нам едут люди в поисках лучшей жизни, то первое место занимает Сирия, затем Украина. Официального статуса беженца запросили больше 160 граждан соседней страны. Далее следует Ирак и Афганистан. Почти 150 человек прибыли из Ирана, Пакистана, Мали, Таджикистана, Туркменистана и Армении.